Здравствуй, Полтава! С вами я, Александр Демидович. Я нахожусь возле аптеки Лики Полтавщины. Вот по какой причине. Мне начали люди звонить о неработающих аптеках в больницах. На Духово, в роддоме, в первой больнице, в детской, на Ливаде, в третьей поликлинике. Люди звонят, возмущаются. Я пришел сюда, чтобы с руководителем этой организации поговорить и выяснить, почему они не работают, плохо работают, что им мешает, или они не хотят, или они закрываются. Сейчас все будем выяснять вместе с вами. Ну что, пошли? Добрый день. Добрый день. Скажите, а мне ващук Светлана Григорьевна нужна. Можно туда? А как? Покажите, пожалуйста. Я первый раз у вас в властях. Можно, да? Да, да. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Можно к вам? В зале сидите, представьте себе. Вы же ващук Светлана Григорьевна, правильно? Я, да. Я, Демидович Александр, блогер, блог Полтавской тротуарной новыны. Я пришел к вам с рядом вопросов. Светлана Григорьевна, люди звонят и возмущаются, что ряд ваших аптечных точек в больницах не работают. В частности, на Духово без света, в роддоме тоже света нет. Какие-то ремонтные работы проходят в первой горбольнице, в детской наливаде. Отовсюду звонят, возмущаются. Дело в том, что я известный человек в интернет-пространстве, и ко мне обращаются довольно часто. Мой номер телефона все находят без проблем. Почему вы не работаете? Что такое? Что случилось? Да, действительно, такая проблема существует. Это все началось в середу, сразу после Дня Конституции, которая гарантует нам защитие и все конституционные права. Розпочалося зранку, десь годин с восьми, почали телефонувати провізора и фармацевти с отечных пунктов и сказать, что так и так, там отключилось светло, там выстроили эти строительные леса. Проводятся какие-то, скажем, ремонтные работы, просто бутафорские. Мы не можем ничего понимать. Я кого могла, головных лекарей, с кем могла связаться и попросить, чтобы не отключали электроэнергию, так как у нас есть холодильники. В холодильниках на леваді лежат вакцини, в холодильниках на леваді лежат онкопрепарати, которые очень нужны, онкоговоренность, и остальные препараты. То там, где могли, они не отключали электроэнергию. Но, працювати мы так, как мы працювали завжди, не можем, потому что заблокованы входы в аптечные пункты, кассовые аппараты не працюют. Тому, как будем працювати дальше, как мы не... То есть, на данный момент вы не знаете, что происходит? Конкретные ответы я не получаю. Еще не получали? Да. То есть, все, что от нас залежит, все, что мы можем, мы ходим. Скажите, может, у вас долги какие-то есть по коммунальному, может, вы аренду не платите? Вы знаете, как не звучит парадоксально, то у нас, ну, наше предприятие, существует 15 лет. На этом предприятии я працюю с первого дня существования, последние три года на посаде директора. То я могу с повной ответственностью сказать, что у нас никогда не было заборонности, ни по податкам до бюджета, ни по заработной плате, ни по заработной плате. Как будет дальше, я не могу сказать. Стоп, а вы говорите, податки, вы платите налоги, а большие цифры там? Официйно плати, у нас заработная плата, это может подтвердить любой працівник, любой проверяющий орган. Платим честно податки. Мы в минулому році заплатили податки майже 2,5 миллиона. Это мы пораховали, специально сидели, пораховали, что каждый наш працівник, а их у нас майже 70, каждый месяц в бюджет, подраховывая 2,5 тысячи. Это, кроме того, что есть еще арендная плата по аптечных пунктах, яка тоже... А вы налог платите в город, в область или... Ну, по-різному, дивиться, ми все, в бюджет платим единый податок с физичных осіб. По ДПДВ сплатим державный бюджет, кроме этого сплатим арендную плату за пункти. В городе остаются все-таки деньги приличные, я правильно понимаю? Остаются, да, да. Таких предприятий, как мы, не очень так и много. И в этом году мы заплатили майже 1,3 миллиона податков. Что будет дальше, когда вы откроетесь по-нормальному? Ни хто не знает. Мы тоже хотели узнать. До меня каждый час телефонует каждый працівник, потому что есть такие провизоры, которые работают так же 15 лет. У них очень комфортная работа. Для каждого из нас, и для меня в том числе, это работа, которая гарантует мне завтрашний день. И остаться без работы, и провизорам... Звичайно, сейчас провизор – это востребованная специальность. Но працювать в хорошей, стабильной организации, которая является нашей организацией, то каждый очень в шоке. Мы все в шоке. Хорошо, понял. Постачальники приходят. То есть, понимаете, это репутация нашего предприятия. Мы сейчас... У нас добрая репутация. Середа постачальников мы вышли на такой уровень, что нам доверяют. А при нынешней ситуации, почему раз звонили из Харькова, а что происходит, как я буду платить, а что я могу сказать, как я буду платить. Мы товар берем на реализацию, то есть 30, 12, 14 дней каждое предприятие по-різному. И вот это через 14 дней наступает дата платежа за товар. Мы не сможем заплатить, потому что основная виручка, основная доля дохода – это аптечные пункты. Потому что это лекарня, это остальное. И мы там арендуем ци аптечные пункты на протяжении 14 дней, с первого дня исновения фирмы. Ну, меньше, больше, рік туди, рік суда. Вы полтавская фирма? Полтавская фирма, да. Мы работаем. А скажите, что происходит рядом, ну там целый ряд аптек по больницам. Что у тех там, ремонт и свет? Они работают в нормальном режиме. Там много у вас конкурентов иногородных, я имею в виду других областей? Ну, 0.3 фирма, это же украинская мережа, все украинская, 0.3. Они работают в нормальном режиме. Куда идут их податки, мы не знаем. Есть, работают ФУПы, в которых вообще нет ни касового аппарата, ни чего. То есть, они вообще не платят податки. Понимаете? Плохо, очень плохо. Ну, спасибо, будем выяснять, пытаться понять, что это. Мы бы тоже хотели узнать, что происходит, и когда это закончится. Потому что такие действия, отключение электроэнергии, это криминальная статья Криминального кодекса. Понимаете? Я понимаю, день-два. Но есть же материальные ценности, которые можно оценить и выставить. Мы бы не хотели воювать. Мы, фирма, очень мирная. Понятно. Спасибо большое. Извините, что вас побеспокоил. Но это моя работа. Мы очень рады узнать, что мы хотим работать. Все наши работники хотят работать. Мы хотим работать. Спасибо. До свидания.